Жители одного из дворов в Заволжском районе Твери беспокоят чайки. Пернатые слетаются на придомовую территорию, многоэтажки, на улице Паши Савельевой в поисках пропитания. В еде птицы неприхотливы и совершенно не брезгуют с содержимым мусорных контейнеров, которые круглые сутки стоят открытыми. Популяция чайк и других птиц растет день ото дня, как и количество разбросанного по двору мусора. А беспокоенные граждане обратились в редакцию нашего телеканала. Подробности прямо сейчас. Жители этого дома в последнее время просыпаются по утрам не по звонку будильника. Будет жильцов к реке чайк. Как рассказывает местный житель Александр Кулаев, птицы слетаются во двор из-за незакрытых мусорных контейнеров, в которых пернатые ищут чем можно поживиться. Птиц стало слишком много. Если в природе птицы питаются тем, что дает природа, то здесь продуктами жизнедеятельность человека. Впрочем, гомон птиц не единственная проблема. Куда неприятнее то, что чайки вытаскивают отходы из контейнеров и растаскивают их по всему двору, говорят жильцы. Проблема, наверное, была бы решена, если бы ящики стояли закрытыми. У птиц просто не было бы доступа к отходам. Однако тут все не так просто. Формально крышки на ящиках есть, однако стоят контейнеры друг к другу так близко, что закрыть их невозможно. Но даже, казалось бы, там, где это и реально, приложить нужно немалые усилия. Как поясняет региональный оператор по обращению с ТКО компания Тверь спецавтохозяйства, подобные контейнеры – лучшее, что может предложить ЦАХ на данный момент. Это современные пластиковые ящики с крышкой. Установка их таким образом, что закрывать контейнеры возможности у жильцов нет, обуславливает состоянием контейнерной площадки. Если ящики поставить по-другому, то все они просто не влезут или займут парковочное пространство. Обустройством более вместительной мусорной площадки, поясняют в ЦАХ, должны заниматься местные власти. По оборудованию площадки, да, непосредственно, это вопросы к муниципалитету и к управляющим компаниям, которые отвечают за содержание площадок. По законодательству это на собственнике земли, где стоит контейнерная площадка. Мы лишь предоставляем емкости для сбора отходов. Однако и здесь есть очевидная сложность. Контейнерная площадка обслуживает сразу несколько домов в округе. Управляющие компании у них разные, а потому первое, что нужно сделать жильцам, попытаться договориться между собой. Кажется, это понимают и сами горожане. Здесь единственный выход, вступление в какую-то программу. Для этого нам надо всем вместе собраться. То есть старшим хотя бы по домам собрать, наверное, подписи жильцов. Добавим, что ситуация, которая сложилась в этом дворе, для Твери типична. В абсолютном большинстве случаев на придомовых территориях стоят открытые контейнеры. В европейских странах, которые давно славятся разумным подходом к раздельному сбору мусора, такого, конечно, не увидишь. Вот, к примеру, как выглядят контейнерные площадки в Австрии, Швеции или в Швейцарии. Все ящики с крышками и крышки эти всегда закрыты. И, разумеется, рядом с подобными площадками никогда не будут собираться стаи птиц. Когда такая практика станет нормой и для нашей страны, как говорится, покажет время.